Добрый день! В эфире Мир Наций, ваш гид по мультикультурной жизни сибирской столицы. В этом выпуске познакомимся с движением этноволонтерства, посетим народные гуляния и откроем межнациональную смену. Пятая межнациональная молодежная смена «Интерактив», где на одной площадке встречаются лидеры молодежных национальных объединений и студенческих землячеств из разных регионов России. Участие в смене принял и наш коллега Семен Данильченко. Дружба и взаимовыручка. В каждом слове и действии негласный девиз и интерактива. По-настоящему интернациональная смена показала, как много общего между нами и самыми уникальными и необычными народами России и мира. Каждый участник интерактива – целое культурное явление, а вместе – дружная и разносторонняя семья. Мы придумали такую крутую фишку, значит, каждый придумывает себе город, откуда он имя, собственная деятельность. То есть мы на самом деле еще представляем не только свою нашу, мы можем представить какую-то еще соседнюю нашу и так далее. Таким образом мы узнаем о других культурных аспектах. Перед организаторами стояла незаурядная задача – совместить игровой, праздничный формат с просвещением и взаимным изучением культур. Наблюдая, как тесно сблизился каждый участник, можно смело сказать – у них все получилось. Здесь на этой смене присутствуют представители не только, не только те люди, которые здесь живут в Новосибирске, в Новосибирской области постоянно, но студенты в вузах, которые приезжают сюда учиться из соседних государств. И понятно, что вот это ощущение, которое они здесь испытывают, ощущение единства, многообразия культуры, оно очень важно, потому что то, с чем они приедут в собственные страны, что они будут рассказывать о России, конкретно о городе Новосибирске, каким им показался этот город Новосибирск, а им показались люди города Новосибирска. Это очень важно. Мой проект авторский называется «Адаптация, интеграция на странах студентов». Я его провожу уже четвертый год. Получается, мы с нашей командой посещаем университеты, общаемся там с нашими соотечественниками, которые поступили к нам в вузы, проводим с ними беседы, а также рассказываем им про наши национальные мероприятия, межнациональные. Пятая смена – воплощение совместной работы городского межнационального центра и национально-культурных организаций. А в результате «Интерактив-5» стал площадкой для сотрудничества России и тесной дружбы народов. Отсюда никто не ушел без новых друзей и открытий. В сегодняшний день молодежь национально-культурной автономии, которая сегодня здесь присутствует, они тоже вовлечены и тоже заинтересованы в том, что дальше уже передавать своим, не знаю, однокурсникам, своим соотечественникам, своим землякам, что существует такая площадка, где можно обменяться опытом, где-то получить ответы, на которой ты не можешь получить вузи, дома, в общежитии и так далее. Здесь действительно у нас присутствуют, как вы сами уже видели, и психологи, и социологи. Семен Данищенко, Даниил Тарасов, Мир Наций. Волонтерство – направление, которое с каждым годом становится популярнее среди молодежи. Безвозмездная помощь, новые знакомства и впечатления – это одни из немногих причин, по которым ребята по всей стране вступают в ряды волонтеров. А вот кто такие этноволонтеры? Об этом нам рассказали в городском межнациональном центре. В Новосибирске набирает обороты новый проект «Этноволонтерский центр», главная задача которого – создание условий для сохранения и укрепления межитнического согласия на территории города Новосибирска. Волонтерская деятельность на сегодняшний день становится очень актуальной, но добавлено слово «этно», потому что это будет связано с культурой народов разных национальностей. Именно помогая и оказывая в проектах каких-то, не хватает понимания у ребят национальной культуры при организации каких-то событий. И мы, запуская этот проект, хотим, чтобы ребята рассказали о своей культуре, узнали о культуре других народов, так как Новосибирск, он изначально был всегда многонациональный, на сегодняшний день он имеет более 120 народов и этносов. И к нам ежегодно приезжают и мигранты, и студенты почти из 90 стран. Заезжая к нам в наш регион, они вносят свою культуру, а мы им показываем свою культуру. Уважение к своим традициям и традициям другого народа, корректность, доброжелательность и внимание к проблемам представителей каждой национальности, которая проживает в нашем регионе, такие принципы продвигает «Эдно» волонтерский центр. Ситуация в мире и везде, она такая, наверное, напряженная, чаще всего. И вот в последнее время, наверное, это все ощутили и заметили. И, наверное, чем больше таких проектов, которые направлены на такое сглаживание углов, понимание друг друга, диалог культур, не зря даже такой предмет вводится во всех университетах, межкультурные коммуникации, и, наверное, это все не просто так. И такие проекты, которые, наоборот, способствуют этому диалогу, это очень правильно, это, наверное, отвечает на социальный вопрос и заказ о том, что и в Новосибирск очень много приезжает не только студентов вообще, и из других вообще разных сфер, из стран, люди, которым нужно, наверное, вот такое взаимодействие, какая-то площадка, где будет комфортное вот такое общение, коммуникация и вот этот самый диалог. Хочется помогать людям, оказывать необходимую помощь. И вообще, ну, очень интересная эта волонтерская деятельность. Мария Токарева, Юлия Леонова, Мир наций. В рамках проекта «Диалог на равных» студенты Новосибирского архитектурно-строительного университета приняли у себя в гостях настоятеля собора во имя Александра Невского и руководителя миссионерского отдела Новосибирской епархии Александра Новопашина. Какие вопросы удалось обсудить в ходе встречи, смотрите в сюжете. Диалог на равных – федеральный проект Росмолодежи, в рамках которого со студентами встречаются и общаются люди из мира политики, спорта, культуры, бизнеса и религии. В рамках проекта в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете состоялась встреча с консультантом ГУВД и настоятелем Александра Невского собора Александром Новопашиным. Главная тема диалога – это скрытые угрозы в информационном пространстве. Насколько она актуальна, говорят новости, которыми забиты все средства массовой информации, те трагедии, которые происходят в нашем обществе, та сложная ситуация, которая вообще в мире существует, ну и, естественно, исследование всех событий подобного рода за последние, скажем, 8 или даже 10 лет. Увы, тема Колумбайна, прежде всего, ради которой мы собрались, это тема скул-шутерства, она не нова. С 20-х годов Соединенных Штатов школьные расстрелы существовали. В 99-м году, после трагедии в школе Колумбайн в штате Колорадо, когда Клиболт и Харрис расстреляли своего учеников, потом с собой покончили, вот тогда уже очень неаккуратно и непродуманно рассказывающие об этом средства массовой информации создали романтический образ их взглядов. И появились подражатели, появилась идеология так называемых колумбайнеров. То есть, собственно говоря, есть явление скул-шутерства, расстрела школьных. Не каждый скул-шутер – колумбайнер, но каждый колумбайнер – это скул-шутер. Нужно работать на опережение, чтобы подрастающее поколение понимало, кто дергает за веревочки, чтобы они не становились марионетками в руках кукловодов, чтобы сохраняли свою личную свободу, которую человек наделил Господь. Это величайшее счастье, личная свобода. И отдать ее в руки первого попавшегося проходимца, за это платить свободой, здоровьем или жизнью – это непростительная роскошь. Вот научить молодежь и подростков думать при выборе своего жизненного пути или своих взглядов на жизнь, на то, что происходит в стране – вот это главная задача и государства, и общества, и педагогов, и воспитателей, и семьи. Мария Токарева, Юлия Леонова, Мир наций «Где стоишь, там и поле Куликово». С таким названием Новосибирск встретил народное гуляние в Нарымском сквере. Как прошло, народное гуляние узнавала и наша съемочная группа. Люди съезжают со всего региона, даже с других городов, чтобы не пропустить исконно русские забавы, угощения и песни. А самые храбрые непременно примут участие в стеночной битве и русской борьбе, тем более, когда вокруг стоит так много красных девиц. Сегодня народное гуляние открывает портал в наше славное, озорное прошлое. Пляски, песни, игры встанут на защиту вашего настроения и не оставят из шанса хмурости на вашем лице. И поля Куликова не хватит, чтобы разгуляться русской душе. Посещая народное гуляние, будь готов стать частью хоровода из фольклора и народного творчества. А кулачные и стеночные бои – не только забавные и зажигательные состязания, но и возможность высвободить и всем показать силу твоего духа. Когда молодежь приобщается к традиционной культуре, когда молодежь знает свою культуру, традицию, это как раз те скрепы, про которые мы говорим в нашем многонациональном государстве. Если человек не знает свою традицию, свою веру, как он может уважать и ценить веру и традицию другого человека и другого народа. В год культурного наследия народов России важно помнить традиции и обычаи наших предков. Ведь именно они – основа духовного и физического здоровья новосибирцев. Сегодня, в канун 85-летия Новосибирской области, народное гуляние стало важной и красочной частью жизни города. Здесь огромный спектр эмоций получаешь. Если позвать даже друзей, то больше друг друга узнаете, и в определенных ситуациях вы более сплотитесь. Пляски, песни, забавы и, конечно же, красота русских красавиц – то, что нужно в осеннюю хандру. А народная воля и традиция согреют в любые холода. На мне костюм нашего славянского народа, русского. И не просто так, потому что сегодня ведь народное гуляние, а значит, мы должны соответствовать. Ведь так редко можно увидеть людей в русском традиционном костюме, и особенно молодежь, поэтому я нисколько этого не стесняюсь. Мне очень приятно носить такую одежду. Семен Данильченко, Юлия Леонова, Мирнаций. Весной в Новосибирске состоялся семинар-совещание на тему стратегии работы с местными этническими сообществами в современных условиях, автором которого стала доктор социологических наук и профессор Ирина Скалобан. На какую тему семинар состоялся в этом месяце, узнавала Дарья Мазурова. Новосибирск – крупный многонациональный город. За время пандемии характер межэтнических отношений в регионе изменился. О стратегиях работы с местными этническими сообществами поговорили на лекции Ирина Скалобан. Семинаров у нас на самом деле регулярные. Первый раз мы стали их проводить в 2016 году, когда социологи более плотно стали заниматься как раз проблемами межэтнических отношений в городе Новосибирске. Но мы их проводим не каждый год, а раз в несколько лет. И каждый раз мы, в общем, стараемся обсуждать не только универсальную информацию, которые сводят там, процессы, которые в стране, в городе, но еще и стараемся учитывать специфику того или иного района. Так или иначе, не касается одного и той же проблемы. Это касается проблемы межнациональных отношений, проблемы взаимодействия с этносоциальными сообществами на территории районов. Но каждый раз, в общем, в силу обстоятельств, фокус немножко разворачивается в разную сторону. Где-то мы больше внимания уделяем пространственным распределениям вот этих вот этнических проблем, где-то мы говорим о связи с экономическими, социальными проблемами, проблемы межэтнические. И вот в последнее время будем делать упор именно на этом. Вот в основу как раз тех материалов, которые мы используем. В основе лекции социологические исследования на межэтническую тематику со 2021 год. В ходе беседы участники обсудили факторы этнических кризисов, состояние межэтнических отношений в обществе, риски конфликтных ситуаций и разработали стратегии и способы работы с сообществами в условиях кризиса. Дарья Мазурова, Данил Тарасов, Мир наций. О других значимых событиях расскажем уже в следующих выпусках. Ярких вам дней и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова